Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Что за день понедельник? Сплошной динамин. Тяжёлый понедельник. Добрый день, студия Ильина Овчинникова. «Дневной разворот» и «Тяжёлый понедельник». С вами я. Напоминаю, телефон прямого эфира 708-502-708-502 для тех, кто хочет написать. 8-900-9-720-101-0. Также напоминаю, что у нас на сайте хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте размещен опрос. Опрос у нас такой. По какому принципу вы выбираете депутатов? Варианты ответов. Верю своему избраннику, надеюсь на лучшее, голосую по привычке и, самое интересное, на мой взгляд, позиции – продаю свой голос. У нас гость сегодняшнего меня, на второй час вместе работаем, Дмитрий Михайлович Русских, депутат Законодательного собрания. И мы обсуждаем сегодня не только самые насущные и важные для любого человека темы, но и пытаемся анализировать, почему на Руси так жить тяжело, Дмитрий Михайлович. Хороший вопрос, да. Во-первых, еще раз всем добрый день слушателям. Мы второй час, на самом деле, с Еленой. Я вот хотел по первому часу еще добавить вот одну цифру. Мы как раз обсуждали о льготах. О льготах, да, и о санторно-курортном лечении. Вот буквально… О льготах для стариков, малоимущих. И по льготам, которые предоставляются людям многоимущим. Многоимущим, да. Много славноимущим. Буквально вот сейчас вспомнил, значит, у нас на последнем пренарном заседании выступал уполномоченный по правам человека. И как раз вопрос встал о санаторно-курортном лечении для инвалидов. Значит, у нас сегодня очередь составляет 10 тысяч человек. 10 тысяч человек. Он сказал, что обеспеченность примерно тысячи. Но, честно говоря, сомневаюсь, по последним данным, которые я смотрел, где-то примерно мы в год из 10 тысяч где-то всего можем обеспечить 2-2,5 тысячи. Примерно составляет фактически 1 четвертая часть. Значит, стоимость путевки для инвалида на 23 дня составляет 21-23 тысячи. Что для детей инвалидов, что для просто для инвалидов. То в данном случае получается… Вот смотрите, какая несправедливость, да. Мы говорим, что обеспечить даже не можем 10 тысяч человек, которые стоят в очереди, инвалиды и дети инвалиды. И мы говорим, что вот этим 5 человекам надо ни жить, ни быть, дать столько льгот, что они даже их не унесут. То вот как раз мы сегодня и говорим, что когда мы фактически сегодня плюем на большинство и отдаем все меньшинству, это очень нехороший тренд на самом деле. И когда, может быть, мы с тобой, Лен, что-то не знаем, может быть, у нас региональное отделение партии «Единая Россия», может, на самом деле у них какая-то другая задача и план. Может быть, они на самом деле хотят вывести население на улицы для того, чтобы оно начало все ломать и крушить. Странный вопрос прозвучал, Дмитрий Михайлович. Может быть, перед ними стоит иная задача, а что кто-то еще не понял, что перед ними стоят совершенно иные задачи, идущие абсолютно в разрез с интересами малоимущих вообще населения. И вот моя основная задача вот этого не допустить и это все предсказать, потому что в данном случае не надо людей загонять в углы. Не надо над людьми издеваться. Если вы хотите, чтобы не было повторения, то, что вы сегодня с утра до ночи показываете по телевизору, то ситуация там на Украине. Но не надо народ доводить до точки. То в данном случае вы наберитесь терпения и создайте все условия для того, чтобы люди, которые сегодня на самом деле должны пользоваться льготами, ими пользовались. Чтобы мы могли лечиться, как нормальных во всех странах. Чтобы мы могли учиться. Дмитрий Михайлович, ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. У нас случились некие волнения, недовольства людей, вышедших на улицу, имеющих весьма агрессивное настроение. У нас агрессия сейчас в обществе очень сильно развивается. Минуточку, скажите мне, пожалуйста, вот те люди, которые сформировали эту ситуацию, вы уверены, что они завтра будут находиться в Кирове, а не на своих дачах на Кипре, где-то еще в Европе, в Северной Европе? Вот скажу так, у нас как бы в ЗАГСа в собрании есть там определенное трио. Значит, есть там подпевающая часть, а есть продюсеры. И вот из этой всей массы может быть, вернее всего, что вот эти продюсеры, они убегут, потому что у них на самом деле есть недвижимость, у них на самом деле есть все за границей, и они как бы готовы к этому. Но основная масса вот этих людей, которые сегодня принимают неадекватные решения, никуда не убегут, никуда им не деться. И в данном случае я не понимаю, почему они сегодня до сих пор не начинают включать мозги. Потому что на самом деле ситуация, она на самом деле с точки зрения экономики, социальной жизни очень напряженная. Очень напряженная. И она будет еще только ухудшаться. Будет с этим я согласна. И недовольство населения будет только расти, потому что доходы населения не просто падают, они рушатся. Они валятся, да. И нет никакой перспективы, что в ближайшее время может ситуация измениться. Ну вот у меня возникает ситуация, знаете, народ вот уже на сегодняшний день, он как-то так настроен на, знаете, я бы сказала так, вот обращаясь к людям, которые решают вот нашу судьбу, да, народ настроен, знаете, как бы так сказать, слушай, иди уже, пока ветер без камней, да. То есть такое вот предубеждение, такое вот предупреждение. Ребят, ну хватит уже, все, вы нас довели уже до ручки, да. Вот, а люди при таких тенденциях, они продолжают оставлять, оставлять себе, 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 себе. Знаете, как это самая поговорка, да, жизнь, она как тельняшка, не везет, не везет, не везет, бабах, не повезло. И вот они себе, 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 бабах, опять себе. Вот, и меня это тоже все время поражает, потому что любое вид действия имеет противодействие. Однозначно, и сегодня все здравые люди, которые это понимают, они должны и кричат, и шумят, и несут основную мысль, что надо это дело остановить, надо вот эти все вещи, их приостановить. И сегодня создать те условия, чтобы население сегодня четко понимало, что власть вместе с ним, если сегодня всем тяжело, то всем тяжело. А у нас получается все с точностью наоборот. Мы сегодня говорим, что эти люди достойные, и они привыкли, а все остальное население у нас, которое, извините, и так-то никогда хорошо не жило, по большому счету. Давайте честно уж говорить. И в сегодняшней ситуации вы пытаетесь им еще затянуть пояса, но бывает всему когда-то конец. Но мы бы очень не хотели, лично я, чтобы этот конец настал. Я считаю, что сегодня при данной ситуации каждый человек, от которого зависит решение большинства населения, должен в первую очередь думать. Думать очень долго и принимать те решения, которые не спровоцировали бы ничего плохого. Увы, к сожалению, сегодня и СМИ, и все, в общем-то, знаете, идет оболванивание народа. Нет, действительно, правды. Очень часто просто идет перепечатка пресс-релизов, которые не дают ответа на очень многие вопросы, полученные СМС, выбирая депутата, прежде всего, рассчитывая на его человечность. Что же вы там рассчитываете? Сколько вы лет уже рассчитываете? СМС-ку еще рассчитывая, выбирая депутата, прежде всего, рассчитывая на человечность. На человечность это как? Вам принесли, дали вам 500 рублей или кулек с крупой? Я бы, наверное, не так сказал. И это проявление человечности. Я бы там всегда думал, что важно там. Вот в советское время, когда сдавали анкеты, всегда было написано, мне сказали старшие товарищи, слово «человеколюбие». Когда человек просто любит человека. Вот это, наверное, основное, потому что последние годы мы перестали любить друг друга. Вот просто даже уважать и любить. Вот когда у человека есть человеколюбие, он любит другого человека. Даже не из-за того, что он ему нравится, а просто то, что он человек. Тогда он никогда не сделает те действия, которые будут направлены против этого человека. Вспоминая слова молитвы, к тебе, владыка человека, любче. Да, и вот мы тогда возвращаемся. Снова у нас, я думаю, что интересный был закон. Проект закона Кировской области о социальной поддержке семей, имеющих детей. На самом деле, закон, как я говорил, он касается очень большой части многодетных семей, малообеспеченных. Значит, и главное, его минус в том, что, чтобы сегодня не говорили, а, кстати, это изменение в законопроект, почему-то вышли два депутата от ЗАГС Собрания с изменением, это депутат Бакин и Курашин. Значит, на что меня очень сильно это удивило. Ну, не суть. Значит, на самом деле, в документах, которым... Дмитрий Михайлович, в чем суть вопроса, поясните? Суть заключается, что... Вот суть я прочитаю в пояснительной записке. Закон меняется в целях оптимизации мер социальной поддержки. Оптимизации. Оптимизация, по-моему, у нас давно приняла уже ругательный смысл. По крайней мере, в нашем регионе, да? Это тоже имеет, как бы, ругательный характер. И, судя по тому, как все написано и как движется вот этот закон, он говорит о том, что, в общем-то, это тоже идет на экономию бюджетных средств. Но оптимизация в целях экономии. Да. Они не говорят, это я уже говорю. Там просто многие законы, как бы, собирают в один закон. И если там по трем законам раньше многодетная семья получала там в трех местах деньги, там, допустим, за еду 330 рублей в месяц, там, за проезд 33 рубля в месяц, 184 рубля это школьная форма. И, в общем-то, это всего получится. Может быть, слушайте, у нас есть какие-то вот люди, имеющие значительно исторические знания? Может быть, есть... Ну, я в конце вопроса захочу. Нет, Дмитрий Михайлович, мне здесь в голову пришла мысль, вы знаете, сколько отпускалось на еду ребенку, я понимаю, в Deutsche Mark'ах тогда, да, ну, можно же провести эквивалентные какие-то, да, в Deutsche Mark'ах, например, в детский лагерь Солоспилс, сколько шло на содержание? Можно, я пока вот сейчас быстро из Deutsche Mark'а выйду в рубли там, да, то, в общем-то, те цифры, которые я сейчас назвал, они и так были копеечные там в месяц для многодетной семьи. Вы сказали, 330 рублей. Да, да, и 184 рубля на приобретение Я просто представила этого прозрачного голодного ребенка, Это в школе 2280 рублей в год на школьную форму, даже кроссовки не купить. То, в общем-то, мы всегда обделяли эту часть населения, мы вот то, что даже им выплачивали, это не хватало на самом деле. Это не поддержка государства, которое заинтересовано в демографической ситуации, да. Это вот просто вот бросали, и это было по многим законам. Сейчас нам сказали, что это сейчас будет один закон, сумма будет 850 рублей, единое денежное удовольствие. И, в общем-то, это не ухудшит ситуацию. Дмитрий Михайлович, год или месяц? Что? 850 рублей. Это годовое седе? Это месяц. И в данном случае они говорят, что не ухудшит ситуацию, и, в общем-то, это просто приведет к какому-то порядку. Мы все проходили монетизацию льгот по лекарствам. Вы помните, как всех агитировали, что лучше берите 400 рублей, вы и лекарства купите, и еще что-нибудь купите. На сегодняшний день прошел время, идите за 400 рублей, кто монетизировал, льгот придумал по лекарствам, идите что-нибудь купите. То здесь точно такая же ситуация. Лекарств-то нет. И когда мне говорят, что это не ухудшает ситуацию по многодетным семьям и малообеспеченным, это вранье, потому что тут же департамент пишет, что экономия составит 25 миллионов рублей бюджетных средств. Подождите, если это не ухудшит, а как экономия-то случится? Нет, ну такое ощущение, что всех считают идиотами на самом деле. То в данном случае я хочу сказать, что тот закон, который принялся в первом чтении, он ухудшит часть этих людей. И второй закон, который у нас сегодня вообще уникальный, вышли эти же два депутата, которые тоже говорят, что в общем-то это хороший закон, значит это закон о ветеранах труда Кировской области. Мы знаем, что этот закон мы принимали. Смешно и стыдно. И в общем-то изначально это было таким порывом для тех людей, которые на самом деле отдали лучшие годы своей жизни. Отработали. Не забывайте, у нас же вот эти вот ящики, военные заводы. Жесткий совершенно режим прихода, ухода. Люди вкалывали, они отдавали себя. И смотрите, в чем суть там. Вот у меня родители посчитали, они на двоих отработали. Мама налепся, отец на маяке. Сто лет на двоих. Герои. Вот они где герои-то, Лена. Они те, которые кричат, что мы привыкли льготам. То в данном случае снова идет поправка в закон. Она написана для адресного подхода. Вот когда мы определяли еще пять лет назад, адресный подход, что мужчина должен проработать 45 лет, а женщина 40. Слушайте, это и так уже был героический период. Немногие у нас люди сегодня в области имеют такой трудовой стаж. И когда определилась какая-то определенная динамика, которая очень сильно насторожила сегодня бюджеты правительства Кировской области, а у нас с 2012 года количество заявок на ветерана труда Кировской области примерно составляло 3000 в год. На сегодняшний день эта цифра 35 тысяч этих людей, которых достойны, которые... Они уже признаны. Они уже признаны. Ветеранами труда. Да, у них основные... Отработали 40 и 45 лет. Хотя позиция по годам, она совершенно для меня непонятна. Непонятна. Вот смотрите, женщина начинает работать 20 лет. Ну, грубо говоря, в 20 лет. 40 лет она отработала в сколько? 60. Она, то есть, автоматически по выходу на пенсии женщина должна еще вкалывать. Еще вкалывать. И только потом получит. Потому что у меня многие знакомые, вот им за 60, и они продолжают работать. И вот они начинают получать ветераны. И смотрите, что Лена предлагается. Итак, недостижимые цифры 40 и 45. Еще создается еще один кордон. Значит, из двух пунктов. Первое, то, что оседлась, как ее называют, что человек должен был проработать на территории Кировской области, на территории Кировской области, 20 лет женщина и 22,5 мужчина. А комсомольские, коммунистические, порывы, бам и так далее, стройки, вот это все, все долой? Да, все долой. Правильно. Значит, дальше. И самый главный. Валяли дурака. Самый главный. Вторая поправка, которую предлагают два наших депутата, значит, Бакин и Курашин, значит, она касается следующего, что ты можешь стать ветераном труда Кировской области, если у тебя есть благодарственное письмо от губернатора Кировской области. Тогда не было губернаторов. Не было тогда губернаторов. Подожду. От первого секретаря, допустим, обкома партии. Значит, от законодательной власти, самой высшей в регионе, и от правительства. То в данном случае получается следующая ситуация. Я так понимаю, что из этих 35 человек, дай бог, останется пусть 100. Нет, 35 тысяч у нас, как они были, так и останутся. Это будет закон действовать уже на новые заявки. То вот в данном случае хочу вам сказать одну вещь. Вот у меня мама на сегодняшний день является ветераном труда Кировской области. 40 лет стажа. Пенсия вместе с надбавкой 9540 рублей. Поздравляю. Поздравляю. Я тоже ее всегда поздравляю. Значит, при этом она ветеран труда... За что она всю жизнь? Обсудим, да. Значит, вот если бы вот этот закон, который сегодня предлагают изменить и сделать вот эти благодарственные письма от высших руководств области, моя мама бы не стала никогда ветераном труда Кировской области. Я вам про это и говорю. Если применить закон к тем 35 тысячам человек, которые признаны ветеранами, останется сколько? 100. Ну, я не знаю, сколько останется. Безумная экономия денег. Безумная. Вот тогда хватит на льготы, и они еще придумают категорию льготников. Заместителей спикера, я не знаю, приближенных спикеру и так далее. И они тоже получат свои льготы на кормление, паение и на лечение. И вкратце. Моя мама обычная швея. У нее нет никаких грамот от высшего руководства. Она их глаза даже не видела. Она просто работала в ателье 40 лет. В лучшем случае есть у нее грамота на 8 марта от директора этого ателье. И все. Сейчас уже этого ателье нет, так же, как у многих нет заводов, где они работали. Сейчас, по-моему, вообще ателье нет. В данном случае, когда мне доказывают, что это хороший закон и он адресный, я говорю, а для кого он адресован? Мы сегодня говорим, что, чтобы стать ветераном труда Кировской области, нужно отработать, извините, нереальное количество лет. 40 и 45 лет. Какие еще нужны вводить критерии для того, чтобы сократить это количество людей? У меня есть другой вопрос. А депутаты, которые внесли предложение, у них есть папы с мамами? Я бы даже перефразировала. А у них папы с мамами работали? Я Владимиру Гавриловичу спросил Бакину. Применяя к своей собственной личной жизни. Владимира Гавриловича Бакина спросил. На основании этих всех изменений, которые он носит, он бы стал ветераном труда Кировской области? Он сказал, что он и так ветеран труда Российской Федерации. Он и так льготник всего, что можно. Но просто Владимир Гавриловичу повезло. Он всю жизнь работал на вышестоящих органах. На постах, да? Да, на постах. И в принципе, он уже федеральный вопрос. А в Кировской области он работал? А вдруг он не подпадает опять же в патриотизм наш? Он уже не подходит, он уже попал. Он уже получил. В данном случае хочу что сказать? Что этот закон снова ограничительный. Он сделан для того, чтобы сэкономить количество денежных средств в областном бюджете. Потому что поток сегодня, который динамика есть 3000 в год, людей достойных, которые на самом деле отработали 40-45 лет, он сократится примерно, на мой взгляд, до 1000-1500. Потому что у большинства людей, которые начали работать в 65-м году, мужчина, это по сегодняшнему периоду трудно, да? И в 70-м году женщина, у них однозначно нет этих вышестоящих там должностных лиц, этих наград и медалей. То в данном случае получается, что они сначала сбивают поток с 3000 до 1500, а потом естественной убылью из 35 тысяч, которые уже признаны, тоже пойдет в сокращение. К сожалению, пожилые люди смертны. Да. И мы сегодня четко с вами должны понимать, что уже именно только благодаря советскому периоду люди выживали и работали 40-45 лет. Сегодня таких людей уже нет практически. То в данном случае это снова история, про которую я еще раз хочу сказать. Это ухудшает ситуацию даже для ветеранов труда Кировской области, уважаемых людей мною. Я повторю это слово цинизм, потому что вот по-другому, вот то, что предлагают депутаты, вот вы сказали, вы задали вопрос, он вам ответил, а я уже везде льготник по всем позициям, а папа-то с мамой-то есть у него. Нет, он уже сам, уже дедушка, так что нет у него, к сожалению. Ну, то есть нет интереса. В этом случае хочу сказать, что это тоже очень неправильный подход. Если мы сегодня говорим, что у нас практически 470 тысяч пенсионеров в области, и из них 35 тысяч всего ветеранов труда Кировской области, но это и так уже очень большой отсев. Это на самом деле достойные люди, которые выделили стаж своей работы 40-45 лет. Что делать-то, Дмитрий Михайлович, делать-то чего? Мы все время, мы приходим, мы обсуждаем темы, 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 и к концу эфира, вот нам осталось 15 минут всего, 708-502, наш телефон на прямом эфире. Вы знаете, я к вам обращаюсь, депутат русский, делать-то чего? Плакать? Что делать-то? Нельзя, и вы знаете, как бы, и мое желание там, даже, как я говорю, даже я готов и без надежды бороться, да. Вот нет надежды, но я все равно борюсь. Я думаю, что хоть, если даже за одно ЗАГС-собрание хотя бы один или два депутата, сидящие с правой стороны, как бы, изменят свою точку зрения по этим важным вопросам, для меня это и то было бы очень хорошо. И мы сегодня это обсуждаем не для того, чтобы кого-то там нажаловаться или сказать, как все плохо, мы просто говорим, что в данном случае мы все выбирали своих людей, которые нас представляют там различных органах. А вы знаете, меня потрясло, вот сегодня все-таки наша тема, да, люди, почему вы не думаете, когда выбираете своего депутата, к чему я это начала? К тому, что именно депутатский корпус сейчас возглавляемый теми кукловодами, продюсерами вы их назвали, они сегодня уже комплектуют свою компашку, да, которая будет называться законодательным собранием. Я думаю, что в основном у них уже она скомплектована, и вот это самое страшное, и почему я говорю, что там... И они нас даже не спрашивают, понимаете, больше всего меня подписано, кто... Они считают, что они нас купят, Лена, они решили, что они нас купят, как купили в 12-м году городскую думу, они точно так же хотят. Продаю свой голос, был не просто так. Они уже сформировали команду, с которой они будут пролонгировать, продвигать свои темы, свои интересы, и на нас, до нас, им нет дела, их даже не волнует, а мы за вас, ребят, пойдем голосовать или не пойдем. Так вот, может быть, что-то поломать. И недаром сегодня звонят бабушки, звонят люди в эфир и говорят, пеняют Дмитрию Михайловичу русских, на кого вы нас бросаете. Дмитрий Михайлович, вопрос, а ваша совесть где? Вы боретесь, боретесь, почему вы сказали, я ухожу? Вы не имеете права уйти. Если вы меня на кого бросили, вот на эту всю стаю, то в данном случае я-то представляю... Дмитрий Михайлович, я вас бросила, у меня голова костя там пробит. Вот смотрите, для понимания помощи. Я вас не бросала. Во-первых, вопрос был один, пойду я в следующий созыв. Я сказал, что в следующий созыв я точно уже не пойду, по причине того, что я понимаю, что из него будет. Во-вторых, я вам хочу сказать, что... Вы не пойдете, кто не пойдет, что будет, вот то и будет. Кто-то же должен быть. Хотя бы кто-то из них должен к нам прийти и сказать то, что происходит в действительности. Лена, если бы я... Валерий Николаевич будет сидеть... Если бы мне когда-нибудь дали эфир на три часа, когда-нибудь это произойдет. Вот не как мы сейчас с тобой обсуждаем. И я рассказал, что бы там происходило. То, что я знаю, даже я, внутри происходит. И то, что происходит там в городской думе, в городской власти, и внутри ЗАГС, собрания, и правительства. Извините, я бы думаю, что люди сразу бы из народа, как ты их называешь, превратились бы в общество. Потому что они бы захотели быть обществом и контролировать все это безобразие. Пока мы народ... Мне народ слова не нравится. Мне нравится слово общество. Потому что народ и общество это разные вещи. То в данном случае мы с тобой переходим к последней нашей теме. Самое главное... Я все-таки предпочитаю народ, потому что те, которые нами руководят, народом себя не считают. Но это мое право. Мы не спорим. У каждого свои позиции. Дмитрий Михайлович, остается чуть-чуть. Тема капитального ремонта. Самая больная тема сегодня нашего населения – это капремонт. Еще раз хочу сказать, что моя всегда позиция есть и остается. И я убежден при сегодняшней всех цифрах, которые мы услышали от правительства и от собираемости денежных средств по фонду капитального ремонта, что я полностью оставляю за собой мнение, что я считаю, что это большая авантюра. Объясню вкратце почему. Во-первых, то, что сегодня у нас происходит и то, что мы сегодня видим, население уже показывает, что оно не готово платить. Оно не готово платить по двум причинам. Я тот человек. Оно нищает. Это раз. И второе, оно не готово... Основная составляющая. Народ нищает и выкидывает эти деньги. И второе. Народ не готов нищий платить за того парня. Потому что при сегодняшней всей ситуации мы фактически будем... И это, в принципе, на всех комитетах и на пленарном заседании подтвердило правительство Кировской области, которое сказало очень просто уникальный факт. Они сказали, а что вы нам предлагаете делать с ветхим жильем, которого с 2012 года 70 тысяч, а оно в 2014 году ветхого жилья стало 150 тысяч. Для того, чтобы сегодня отремонтировать ветхое жилье, которое автоматически должно уже переходить в аварийное, а аварийно должен расселять федеральный бюджет, который все программы срезал. И сегодня аварийное жилье, кто столкнулся с этим, очень плохо расселяется. Дмитрий Михайлович, а если вы мне ответите на вопрос, куда делись деньги на капитальный ремонт, которые мы постоянно платили, живя в Советском Союзе, куда эти деньги делись? Так многие дома сегодня бы не ветшали. Согласен. Не были бы в таком состоянии. То в данном случае сегодня... Где деньги ЗИН, хочу узнать. Сегодня основная задача следующая. Когда они говорят, что у нас уже в 2014 году 150 тысяч ветхого жилья, а в 2015-2016 уже по их динамике будет 220 тысяч, то сегодня мы четко понимаем, что все деньги, которые будут собираться капремонтом, пойдут в срочном порядке как раз на остановку вещания ветхого жилья. То это говорит о чем? О том, что в принципе, когда я задаю вопрос, а кто будет это ветхое жилье спасать? Если тут же правительство говорит, а нам что делать? У нас сегодня, смотрите, в 2015 году заложено 40 миллионов рублей на ветхое жилье. В 2016 году ни копейки не заложено. Федеральный бюджет нам отказал. То получается в данном случае за то, что в федеральном бюджете и в областном нет денег, все деньги, которые сегодня будут собираться капремонтом за того парня, они будут в первую очередь уходить как раз на остановку и ремонт ветхого жилья, который должен завтра обрушиться и превратиться в аварийное. И в данном случае вся нагрузка ложится на обычное население, которое должно обеспечить сегодня за счет фонда капитального ремонта остановку перевода ветхого жилья в аварийное. То сумма на сегодняшний день, которая нужна, чтобы отремонтировать 150 тысяч квадратных метров ветхого жилья, нужна 7 миллиардов рублей. Этих 7 миллиардов ни в одной программе, ни федеральной, ни региональной нет. То все деньги, которые сегодня будут... Она вся пойдет из наших карманов, но при этом еще есть другая динамика. Мы сегодня четко видим, что нас сегодня собирает 7 рублей 10 копеек за квадратный метр. Я попытался найти, сколько все-таки сегодня стоит реально квадратный метр. Вот то, что мне удалось найти, это примерно 21-22 рубля квадратного метра сегодня, себестоимость. Вот возникает вопрос, 7 рублей и 22, разница 14 рублей. Эту разницу кто будет платить? Государство сказало, что оно платить не будет. Нет, не будет. То получается, что для того, чтобы догнать 22 рубля, надо собирать в три раза больше. То мы сегодня что видим? Что у нас программа рассчитана на 30 лет, а так как себестоимость квадратного метра 7-22 рубля, а нас собирают 7, и 14 рублей государство не хочет вкладывать, то мы эту программу можем смело умножить на 3. Это уже 90 лет. Если вы сегодня посмотрите динамику за квартал по собираемости, область собрала 41% всего. Это по фонду капитального ремонта по квартирам на 1 марта 41%. Фактически собрала меньше 50%. По домам индивидуальных счетов, вот то, что открыли, а у нас они составляют из общего количества всего 4%, у нас открыли ТСЖ именно свои спецсчета, там собираемость 30%. То просто мы 90 дней... Потому что на персональные счета люди кладут для себя, для самих. Они не уйдут в общие категории. Да, но там еще собираемость ниже. Там еще ниже собираемость. По одной простой причине. Главная причина в том, что у населения сегодня не в состоянии платить за капремонт. Давайте здесь поставим точку. Нет, нет, Дмитрий Михайлович, давайте поставим точку. У нас небольшая реклама, вернемся и договорим. Реклама у нас. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Ну что ж, мы продолжаем эфир. У нас остается всего лишь 5 минут. И к Дмитрию Михайловичу вопрос. Дмитрий Михайлович, давайте так. Вы сказали 7 рублей, 22 рубля. Объясните, пожалуйста, что такое 22 рубля? Это реальная себестоимость стоимости ремонта одного квадратного метра. С нас берут 7 рублей за квадратный метр, а реальная его стоимость 22 рубля. 22 рубля. 22 вообще, если 7 не готовы платить, 22 не готовы платить, тем более. А с нас никто их и не просит. Программа рассчитана на 30 лет. На 30 лет. Для того, чтобы собрать себестоимость, надо увеличить программу в 3 раза. Это чтобы нам собрать одним. Если бы 14 этих рублей вложило бы государство, это была бы одна история. Сегодня это на нас все ложится. То в данном случае программа уходит в 90 лет. В 90 лет. А поскольку собираемость... А собираемость фактически 40%, но в край она будет 50. В лучшем случае, да? Хорошо, берем лучший вариант. 50%. Умножайте на 2. 10 лет. То программа почти 180-150 лет. У нас еще такие люди не родились, которые увидят капремонт. То есть, Дмитрий Михайлович, не родились еще дедушки с бабушками. Те, кто будут платить... Которые увидят капремонт. То есть отсюда... Основная часть только с небес их может увидеть. Дмитрий Михайлович, и что это... Вот это афера. Это никакому иному выводу ты не можешь прийти, потому что это афера. Потому что мы сейчас будем платить за государство, за все бюджеты, для того, чтобы вывести состояние... Веского жилья, не перевести во время. Все остальное, а сами мы не получим ничего. Ну, фактически, я думаю, что так. Нет, смотрите. Процентов 5-10, может быть, что-то увидят. Ну, за счет 90% другого населения. Вот в чем ситуация. Ну, я думаю, что будут отремонтированы дома, в которых бывают члены правительства. И вот, смотрите, я вышел с обращением к депутатам ЗАГС. Давайте это письмо о тяжелейшей ситуации напишем в Государственную Думу. Пускай рассматривают. Я предлагал два пути. Или приостановить, или дать возможность региону самому определять необходимость участия капремонта на территории. В зависимости от социально-экономической ситуации. Дмитрий Михайлович, вот приостановка для меня была понятна. Инфляция, все, рост. Лена, мы с тобой когда считали, слышишь, мы когда с тобой считали 180 лет, мы еще с тобой не посмотрели инфлятор. Инфляцию мы еще не посмотрели, да. А у нас она 15 годовых. То фактически все, что вы бы накопили, она за 6 лет просто съестся. То в данном случае вы никогда за крышей не успеете. Я рисовал депутатам, что если сегодня себестоимость ремонта крыши 3 миллиона, в следующем году она уже 3,450. Еще через год 3,900. И вы постоянно будете их догонять. И никогда не догоните. Потому что собираемость низкая. И подводим итог, говорим, ни крыши, ни денег. А деньги с нас будут собирать. А деньги будут собирать. И почему бабушка, которая мне звонит, ей очень жалко эти последние. У нее не хватает на лекарства, на хлеб, ни на чего. Она, так как порядочно, она идет и платит. Она плачет и платит. То в данном случае мы сегодня обираем фактически опять наших людей, которые, в общем-то, и так платят за содержание своего имущества. И за свои крыши они платят. И за все они платят. И я считаю, что это просто безумие какое-то при сегодняшней ситуации. То я когда говорю... Итак, давайте, 3 минуты, Дмитрий Михайлович. Вы вышли с предложением... Отправить письмо. Временно. Нет, нет. Я вышел с предложением обратиться в Государственную Думу Российской Федерации. Для того, чтобы она рассмотрела возможность приостановки закона о капремонте на федеральном уровне. Или второй вариант. Дала возможность самим определять регионам, нужен им капремонт или нет. Значит, на что депутаты ответили, что мы считаем, что это письмо не нужно, потому что, в общем-то, оно не нужно. Вот и весь ответ. И получилось, что наше обращение, фактически просто говорящее о проблемах населения, не дошло до самого верха, до Государственной Думы Российской Федерации. Да оно вообще никуда не дошло. Оно вообще вот здесь и было похоронено в нашем законодательном собрании. К сожалению, это Лена так и есть. И мы снова возвращаемся к тому, зачем и кто доводит наше население до точки. Вот зачем? Вот я вот это понять не могу. Для меня, казалось бы, ничего сложного для депутатов проголосовать за это обращение, чтобы наверху почитали и поняли, что нельзя, допустим, убирать электрички на территории Российской Федерации, потому что им пользуется большая часть населения. Точно так же нельзя сегодня в социально-экономической ситуации, когда лекарства, продукты, все выросли в разы, да, еще дополнительный налог вводить, капремонт. Не забывайте, что у нас... Дмитрий Михайлович, у нас есть звонок, несмотря на то, что у нас в эфире 40 секунд осталось. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Елена, дорогая, я вас очень люблю. Вот вы знаете, в квитках квартплате у меня вот лично стоит 575,60, ежемесячно я это плачу, написано содержание, ремонт жилья. Так вот я плачу вот столько и еще плачу. Это куда же уходят, лампочки вставляем сами, пол моем сами, куда я это плачу? Не можете не вставляйте. Ежемесячно 575,60. Это содержание у вас идет, да. А? Содержание идет, да. Это помимо капитального ремонта. Помимо капитального ремонта. Помимо, такая сумма, и еще это собирает. Им куда еще-то? Ну вот мы про это и говорим сейчас. Про это и говорим. Слов нет, нет слов. Денег много не бывает. Спасибо вам большое за звонок. Ну что ж, у нас осталось буквально несколько секунд. По какому принципу выбираете депутата? Верю своему избраннику. 6 процентов. Надеюсь на лучшее. 75 процентов. Голосую по привычке. 6 процентов. Продаю свой голос. 12 процентов. Респондентов сказали честно. 12 процентов. Сказали честно. Это большой процент. Ну что ж, Дмитрий Михайлович, было очень горячо. Спасибо вам. Было очень активно. К сожалению, мы не получили ответа на вопрос. Будет лучше. Я так думаю, что пока... Я думаю, что каждый сам решит, будет лучше или нет. Каждый хозяин своей судьбы. Мы должны, по крайней мере, в это надеяться. Я в это верю. Мы уже, по-моему, устали маленько надеяться. Ну что ж, на этом печальном, собственно говоря, я прощаюсь со всеми до следующего понедельника. С вами была Елена Овчинникова, депутат законодательного собрания Дмитрий Русских. До свидания. Удачи вам. Берегись себя. Редактор субтитров А.Семкин